МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно звонить в студию, задавать различные вопросы по разным аспектам информационной работы с населением. Хочу сделать объявление, что выход канала Крым-24 в дециметровый диапазон должен произойти буквально на днях. Мы сразу появимся в эфире. Люди, у которых нет цифрового кабельного телевидения, где мы уже присутствуем, смогут нас увидеть в обычном эфирном варианте. Хочу сказать, что мы есть на радио Крым и есть на радиоточках, проводное радио, если у кого-то в доме такой канал связи есть. Поскольку 25 декабря, предновогоднее настроение, католическое Рождество и так далее, я сегодня предлагаю поговорить не о политике с точки зрения того, что произошло в мире, что произошло на Украине, что произошло в Перечерноморье, а поговорить о том событии, которое произошло 23 декабря, два дня назад. Произошло заседание Государственного совета под председательством президента, которое называлось «Развитие системы общего образования в Российской Федерации». Дело в том, что в наших выпусках за прошедшие два года без малого мы очень часто обращаемся к теме школьного воспитания, к теме общего образования школьного с точки зрения того, что действительно в этой части, при всем при том, что мы являемся наследниками советской системы образования, что у нас произошли, конечно, изменения, связанные с либерализацией экономики, с тем, что Советский Союз развалился. Тем не менее, вот эта машина, которая ехала по инерции, она производит, воспроизводит определенное количество людей со средним образованием, но вот на этом Госсовете обсуждались различные проблемы системы образования. И загруженность учителей, и вопросы экономического обеспечения, вопросы ремонтов, вопросы обеспечения интернетом, теплыми туалетами и так далее. Там было очень много очень ярких докладов, и министра образования, и Владимир Вольфович Жириновский, походил, как всегда, с козырной картой, и правозащитники и так далее. Я хочу сегодня остановиться на некоторых особенностях, недостатках, чего не хватает в современной школе, вот с точки зрения нашей редакции, с точки зрения людей, которые работают с большим объемом информации, с точки зрения людей, которые профессионально занимаются ораторским делом, которые имеют скорость внутреннего монолога, примерно соизмеримую со скоростью печатания на клавиатуре. Я сейчас занимаюсь съемками художественного фильма. Кстати, главный герой там учитель Симферопольской школы. И мне приходится озвучивать актеров после съемки дублей. И вы знаете, проблема, достаточно системная проблема, заключается в том, что и взрослые, и дети часто не могут запоминать длинные объемы блоков текстов. И это, кстати, влияет даже на съемочный процесс. То есть выучить роль – это одно дело, но, с другой стороны, если еще ставить задачу сыграть, нужно динамично уметь на слух воспринимать большие объемы текста. И люди на самом деле этого не умеют. И вот, исходя из опыта исключительно внутреннего, рожденного здесь, в Республике Крым, который, ну, говорит о том, что нужно, чему нужно учить, я хочу сейчас навал, скидочку, план 1, 2, 3, 4, сказать, чему не учат детей с точки зрения того, чтобы они вышли в жизнь максимально приспособленными к жизни. Ну, во-первых, чтение. Понятное дело, что в начальных классах детей учат читать. Есть одна особенность, связанная с тем, и это, кстати, не вина постсоветской России или постсоветских республик всех. Дело в том, что еще в 60-е годы в недрах Министерства образования Советского Союза и Академии педагогических наук в то время произошла подмена методики, которая разрабатывалась еще во времена 20-30-х годов, предвоенное время. Дело в том, что тогда Россия в основном была, Советский Союз в основном, население было еще неграмотно, и система обучения письму и чтению, она базировалась на том, чтобы сделать вот в голове у человека переключение автоматическое между абстрактными знаками и генерированием текста из букв и слогов, и эта скорость вот такого чтения, когда абстрактные образы превращаются в вербальные, оно происходило со скоростью внутреннего монолога человека. Вот это стоит запомнить. Скорость внутреннего монолога человека, это примерно вот с какой скоростью я сейчас говорю. У некоторых людей чуть больше, чуть меньше, но скорость примерно вот такой вот темп. И учить воспринимать текст с достаточной скоростью, причем текст написанный, то есть без иллюстрации абстрактные знаки, это определенный навык, который включает определенные доли головного мозга. Так вот, в 60-е годы прошлого века в недрах Министерства образования разработана была методика фонетическая, которая делала упор не на абстрактные визуальные знаки, а на фонемы, на слух. Это было связано, это прошло достаточно проблематично, не сразу эту систему приняли, но это было связано с тем, что к 60-м годам дети в школу шли уже более-менее подготовлены. Они умели читать, во-первых, у родителей было больше свободного времени, вспоминаем Советский Союз, они могли больше времени уделять своим детям, они занимались с ними дошкольным образованием, причем не просто отправляли их в детский сад, имели просто банальное время для того, чтобы сесть, почитать книжку, почитать сказку на ночь. И, соответственно, дети в первые классы шли уже более-менее подготовлены, читающие. И тогда вот эта методика, основанная на фонетическом восприятии текстов, она проходила как с добрым утром, и, в общем-то, никаких проблем не возникало. Но после распада Советского Союза, например, у родителей свободного времени стало на порядок меньше, люди стали гоняться за длинным рублем, они, в общем-то, да и сейчас мы можем с вами посмотреть, успешные люди, которые разъезжают по Симферополю на машинах, а дети сидят на задних сидениях, они, в общем-то, детям уделяют внимание достаточно мало. Дети с планшетами, и они рассматривают экраны визуальные образы. И основная проблема современного момента заключается в том, что дети в школу сейчас приходят менее подготовленными с точки зрения умения читать. Причем вот эта самая методика, которая досталась в наследство от Советского Союза, которая делает упор не на абстрактные визуальные образы, а на фонемы, на восприятие на слух, она не позволяет детям научиться читать в требуемом темпе внутреннего монолога. И у нас получается системный разрыв, когда дети у нас не читают, не любят читать, абстрактный текст для них представляет повышенную трудность, они не воспринимают буквы просто даже на уровне навыка, но они очень хорошо смотрят мультики, визуальные образы, которые в принципе по механике восприятия очень соответствуют тому, что там слушать сказки на слух и так далее, и так далее. И в результате не возникает устойчивого навыка чтения букв текстов, современных текстов со скоростью внутреннего монолога. Фактически можно говорить о том, что дети читают так, в попыхах, в полнавыка, без желания, и, соответственно, они не приобретают последующий необходимый навык для жизни, который называется способность к самообразованию. Если они ничего не читают, или читают только тексты, не длиннее статуса ВКонтакте, смотрят фильмы, то, в общем-то, и образование становится поверхностным, и таким образом создается ситуация, при которой творцов мы уже не создаем. В широкой массе, понятно, есть исключения. Мы создаем потребителей, которые реагируют на раздражители типа картинки, типа видео, типа мультики, типа песенки и так далее, и так далее. А способность к абстрактному чтению, она в какой-то степени есть, но это неустойчивый навык, не вызывающий никакого удовольствия. Удовольствие — это когда дети начинают читать запой на книги. И, например, вот я знаю детей, которые за полгода прочитывают «Войну и мир», причем по собственной воле. Там того же Островского, как закалялась сталь. Как ни странно, в наше время ни коммунистическая, ни рабоче-крестьянская. Вдруг попалась книжка, ребенок стал читать, увлекся и съел ее там, я не знаю, за несколько вечеров. Эта тема, связанная с качеством подготовки чтения и письма, соответственно, она плотно упирается еще и в большую проблему скорочтения. Дело в том, что если мы не дотягиваем до скорости внутреннего монолога, то, соответственно, читать книги большие, объемные труды, а особенно в детстве такой навык на самом деле необходим, чтобы после школы ребенок вышел максимально приспособленным к жизни, то дети наши, да и взрослые родители, даже слышали о том, что есть такая методика скорочтения. Но что это, на какой козе к этому подъехать, в общем, люди знают мало. И если даже вот чтение методически построить к тому, чтобы дети любили читать и при этом стремились к повышению скорости внутреннего монолога, скорочтение основано именно на этой временной константе, то тогда прочтение книг, оно перестает быть трудом. Дело в том, что скорочтение позволяет при тех же психофизических затратах, то есть напряжение там глазного яблока, напряжение сознания, особое состояние психики настроено на восприятие, ну, объемных и сложных текстов. Вот скорочтение позволяет при тех же энергозатратах детского организма достигать максимального объема потребляемой информации, причем не просто так поверхностно, а глубоко с возможностью пересказа. Вот в этом направлении наша школа явно не дорабатывает, но это только то, что касается чтения. Я не говорю, наша школа там, школы только города Симферополя. Это системная проблема современного человечества, ну, вот в этот период времени, там, 10 лет назад, 10 лет вперед. И, понятное дело, поскольку эта система инерционная, она не изменится, например, только легким взмахом шашки, давайте сделаем так. Это требует определенной работы, по чуть-чуть, пошажочно, один рубеж занимаем, второй, но менять эту систему нужно, потому что, по большому счету, это влияет на воспитание детей, с точки зрения, выходят ли они из школы с человеческим типом психики, или они выходят из школы с животным типом психики. Ну, знаете, как у собаки Павлова, которая реагирует там на разные раздражители. Течет слюна или не течет? Кроме скорости чтения и качества чтения, основанного на восприятии абстрактных символов, букв и иероглифов, и других знаков, цифр и так далее, либо основанное на фонетическом подходе к чтению, у нас есть большая проблема, связанная с письмом. Поскольку традиционно в прошлое десятилетие дети письму учились по старым методикам, то вот это изменение культуры, когда в мир вошли ноутбуки, в мир вошли компьютеры, вошли планшеты, требует того, чтобы вместе с письмом, наравне для того, чтобы ребенок вышел максимально приспособленным к жизни, обязательно учить десятипальцевому методу печати на клавиатуре. Это чрезвычайно важно, потому что возникает даже ситуация. Ты начинаешь общаться с ребенком по личке ВКонтакте, мне приходится общаться с детьми, которые ходят на киношколу, и возникает проблема, что они, давайте я вам позвоню, потому что мне напечатать физически трудно. Это труд и, соответственно, расхождение в скоростях. То есть есть скорость внутреннего монолога, есть скорость чтения, которая запаздывает относительно скорости внутреннего монолога, и есть скорость набора, которая еще более опаздывает. Вот этот рассинхрон во времени, это и есть то, что делает определенные затыки в жизни и в профессиональной деятельности, и эти скорости нужно выравнивать, просто исходя из потребностей современной жизни. То есть нужно эти скорости выравнивать, нужно внедрять методики, которые позволяют детям не только писать правильно, разборчиво и красиво, с элементами каллиграфии, что еще, например, сохраняется в методиках Китайской Народной Республики, где иероглифическое письмо, но и обязательно нужно вводить уроки с первых классов, когда дети учатся читать и писать, чтобы дети учились десятипальцевому скоростному вводу с клавиатуры. И вот тогда, с коммуникационной точки зрения, а мы-то что хотим? Мы хотим, чтобы наши дети вышли из школы счастливыми, да даже после начальных классов, чтобы они пошли в четвертый класс, и при этом, что с художественной самодеятельностью, они вышли на сцену, и просто было бы загляденье, как быстро, разборчиво, с хорошей дикцией, без дефектов речи, ребенок читает стихи, участвует в художественной самодеятельности и излучает уверенность, не излучает никаких комплексов. Точно так же коммуникативные техники, связанные с письмом, с набором, с чтением, с любовью к чтению. Это обязательный базис, который нужно проповедовать и родителям, и учителям. Это, как нам кажется здесь в редакции нашей, это должно стать предметом, основной темой вот той самой педагогической конференции, о которой мы говорим уже достаточно значительное время на территории Республики Крым, попробовать собрать Всероссийскую педагогическую конференцию, на которой дать выступить учителям, практикующим, которые разрабатывают свои методики, тьюторам, это учителя, которые занимаются с детьми во внешкольном образовании. Есть такая система, когда есть домашнее образование, есть внешкольное и есть школьное. И, безусловно, родителям. У нас на самом деле среди родителей есть потрясающее количество квалифицированных педагогов, которые разрабатывают эффективные методики. И вот с этой точки зрения, вот этот опыт, если вытянуть наружу, если найти несколько мастеров, тренеров, которые бы проводили конференции в различных городах, собирали педагогический корпус, то тогда проблема подготовки педагогических кадров в какой-то бы степени отпала, потому что учителя бы и рады. Их бы кто научил, их бы кто прокачал, им бы кто показал психотехники, позволяющие достигать обычных, на самом деле, для сегодняшнего дня результатов. Кроме вот этих базовых вещей, безусловно, ну, это фундамент, на котором дальше начинаются следующие важные элементы. Наши дети, они учатся в разнополых классах. Эта тема поднимается периодически в разных школах. Некоторые школы открывают кадетские классы, некоторые школы проводят экспериментальные классы, когда мальчиков собирают отдельно. На самом деле, опыт Советского Союза, который в 43-м году особым указом Президиума Верховного Совета СССР постановил сделать раздельные классы, показал, что до гибели Сталина, когда Хрущев отменил раздельное учение, эффективность учебы, она повысилась в разы. Дело в том, что мальчики, которые переваливают за 10-12-летний возраст, у них происходит гормональный срыв, а у них происходят процессы половозрения. И девочки как раздражители, особенно девочки в учении, это же тоже состязательный вид деятельности, это тоже нужно выходить к доске, тоже нужно показывать свое лицо, которое может быть из-за гормональных особенностей, иметь прыщи там и так далее, и так далее. У мальчиков есть масса раздражителей, которые их от учебы отвлекают. При этом раздельное обучение в одном здании и девочке, и мальчике учатся, в одно и то же время, но на уроках, когда нужно делать тяжелый ученический труд, их можно разделить хотя бы в некоторых предметах. И вот на тех уроках, когда мальчики занимаются одни, эффективность обучения, результативность этого труда, дееспособность учеников вырастает в несколько раз. Это, собственно говоря, было показано, даже в интернете можно забить раздельное обучение, указ Президиума с 1943 года, и там же рядом в этих статьях можно обратить внимание на статистику анализа успеваемости в средних школах в военные годы и послевоенные. И на самом деле здесь есть что обсуждать. Кроме того, что сделать раздельное обучение, есть одна очень важная системная проблема. Она, конечно, связана с тем, что в 19 веке дети учились за конторками. Они не сидели сутками, часами за партами, пусть даже парты и эргономичные, специально для детей разработанные. Тем не менее, основной труд ученический осуществлялся в 19, 18, 17 веках за конторками, стоя. Пушкин писал все свои стихи стоя. Он стоял за конторкой и занимался письмом. При этом временные рамки самих занятий, они варьировались. Там были получасовые, 40-минутные, но при этом у ребенка не было вот этого, знаете, ну, закрепощения усталости, вот этих физических перегрузок на позвоночник и прочих физиологических особенностей, которые сейчас сплошь и рядом у нас растут в каждом классе. И дети вот в таком вялом, сидячем состоянии, они занимаются образованием, происходит диссонанс, прилив крови к голове и полное отсутствие циркуляции крови даже в тазу, даже в позвоночнике и так далее. И если это происходит годами, это накладывает определенный отпечаток и на физиологию в том числе. Понятное дело, молодой организм с этим справляется более эффективно, чем если сейчас 50-летних женщин и мужчин посадить учиться. Но, тем не менее, это тоже есть определенная проблема, над которой нужно работать. Есть еще одна методическая особенность, тоже разработка российских, советских педагогов и ученых, которая называется вот как. Я само название сейчас из учебника точно не передам, но смысл заключается в том, что разновозрастные классы, ну, первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, они комплектуются по одному возрасту. У нас есть основная проблема, которая связана с человеческим типом психики мальчиков, это то, что мальчики выходят из школы инфантильными, с опозданием в развитии. Девочки расцветают раньше, а мальчики запаздывают в развитии. Это во многом связано не только с физиологией, не только со скоростью гормонального изменения, но и с тем, что мальчикам в возрасте от 12 до 18 лет вообще практически не дается мужских задач, за исключением, если на то есть нормальные харизматичные папы. И не дается ответственность за коллектив, за задачу, за достижение каких-то целей. И для этой цели разработана система. Некоторые предметы, особенно труда, особенно походы, особенно разработка каких-то текстов, написание сценариев, еще что-то, связанное с гуманитарной сферой, делаются в разновозрастных классах. То есть формируются группы, в которых есть первоклассники, второклассники, третьеклассники и так по всей вертикали до старшеклассника. И в этой группе для определенных целей, для определенных задач формируется класс. Причем класс формируется на определенных принципах. Дети инструктируются, они знакомятся. Они в этом коллективе не только встречаются на один урок в неделю, но они проходят некоторые гуманитарные вещи в длительную, в долгую. И вот смысл таких занятий заключается в том, что назначается старший, причем не всегда старшеклассник. Назначается старший, у которого задача не только индивидуалистическая, что-то правильно написать в тетради, а его задача еще проследить за всей командой, которая сформировалась и за которую он отвечает. При этом обязательно делается состязательность между несколькими группами. Вот такие методики, которые специально предназначены для того, чтобы просто стимулировать, повышать ответственность, брать на себя ответственность. Что такое мужчина? Это существо, достаточно высокое, иногда лысое, которое легко берет на себя ответственность. И вот мальчики наши, которые еще не лысые, вот к ответственности не приучены, особенно с учетом того, что их окружают по жизни мамы, женщины-учителя, папы, как правило, тоже в погоне за рублем, либо не присутствуют физически, либо отсутствуют просто по умолчанию, примера мужского нету, то хотя бы в методиках, соответственно, нужно повышать мужской корпус учительский в школах, чтобы были хотя бы мужчины, пример, которые бы преподавали способы братья на себя ответственности, как это делать и самое главное, как попасть в этот вербальный поток, чувствовать вот это поле, вот эту настроечку. Вот такие методики, они на самом деле тоже разрабатываются в России, а в постсоветских странах, я был не на одной педагогической конференции, тьютерской такой, в которых презентовали педагоги, практикующие, и родители в том числе, вот такие методики и показывали результаты, которых они достигали. Это на самом деле очень увлекательная вещь. Практикующие учителя разных классов, которые любят свою профессию, они заражаются вот так вот с полоборота и становятся носителями таких технологий, которые на самом деле очень могут помочь нам с вами в нашей общей задаче вырастить, воспитать к выпускному классу детей с человеческим типом психики. Девочки с соответствующим набором качеств максимально приспособленных к жизни. Мальчики ответственные, неинфантильные, которые, ну, понятное дело, если они пойдут в армию, там их чему-то научат, но, тем не менее, сразу на старте им намного легче будет в армии себя чувствовать, если они будут к этому морально готовы еще, например, с 5-6 класса. Вот этот весь разговор я затеял для того, чтобы плавненько подвести к состоянию ребенка обучаемого, который называется общая психофизическая настройка. Очень часто можно слышать от родителей такую, знаете, формулу, ну, вот я учил в школе, там, несколько лет химию, она мне в жизни не пригодилась. Есть предметы, например, называется стереометрия. Это геометрия, но только в трехмерном пространстве. И там задачи, они направлены на то, чтобы развивать у ребенка объемный тип мышления, объемное мышление. То есть дети, которые читать-то толком не умеют, они больше смотрят мультики. Когда они начинают погружаться в геометрию, в тригонометрию и в стереометрию, они вообще теряются. И есть некоторые типы задач, которые в классе практически не усваивает никто. Это проблема связана с тем, что настраивать детей на обучение тем или иным предметам необходимо при помощи специального учителя, который знает вот эти психотехники. Вообще в нашей школе не хватает психических, психологических техник, которым надо обучать учителей, которые бы могли настраивать детей. Вот простой пример, который во многих книгах и методичках описывается. Жила-была себе девочка, ей попалась задача по стереометрии, она вообще, ну, слово стереометрию раздражало, она там ничего не понимает, ей объясняют и так, и сяк, логически, абстрактно и так далее. Она ничего не может сделать. В это время приехал учитель, ну, собственно, это был не учитель, это был друг родителя, который, в общем-то, преподавал математику в прошлой жизни. Он сел рядом с девочкой, он взял книгу, он ее настроил, очень важно, чтобы было доверие между ребенком, и сделал такую психологическую настройку, при которой произошло что-то похожее на то, что биополе человека, ребенка, подключилось к учителю, доброжелательно настроенному. И вот в этом поле, на подсознательном уровне, у ребенка в голове сложилась объемная картинка. И произошла методическая победа. Никакими логическими другими способами научить ребенка разбираться в объемных образах, в трехмерных, оказалось и невозможно, то есть если ступор поймать. То есть я сегодняшним эфиром информационной войны хотел подвести к мысли о том, что нам с вами, взрослым людям, особенно получившим образование выше среднего времена Советского Союза, а есть такая баечка о том, что дети с 61 по 74 год рождения, они в Советском Союзе попали под некую программу селекционную, когда, где бы ты ни жил, за полярным кругом, в районном центре. Я вот из города с 40-тысячным населением в обычной школе действительно мне преподавали на уровне кандидатов наук, и я поступил к Вирту ПВО с ноги вообще без репетитора. Вот нам, людям старшего поколения, стоит подумать над тем, как повлиять на систему общего образования, которая 23 числа обсуждалась на Госсовете. В эфире была информационная война. С наступающим праздником пока не поздравляю. Встретимся с вами в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова